Добрый день, уважаемые коллеги! Во-первых, огромное спасибо за возможность здесь выступить в ряду единомышленников и представить свой доклад «Современные радионуклидные методы диагностики у больных рака молочной железы». Надо сказать, что существует достаточно большое количество методов как лучевой, так и радионуклидной диагностики, которые могут быть использованы у пациентов, страдающих раком молочной железы. Но если говорить о радионуклидных, то это, конечно, мамосынтиграфия, это однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, это гибридные методы, которые сочетают в себе еще и рентгеновскую компьютерную томографию, это АФЭКТ-КТ и ПЭТ-КТ. И есть еще один такой метод, позитронно-эмиссионная даже мамография. Мы сегодня, конечно, не будем о нем говорить, потому что, в общем-то, он не представлен у нас в стране. Но, по крайней мере, здесь его на этом слайде показать я посчитал возможным, что он существует. Здесь представлена аппаратура для радионуклидных исследований. Вы не видите, что это достаточно сложные приборы. В первую очередь, это, конечно, специализированные камеры. В данном случае специализированная камера для выполнения мамосынтиграфии представлена. И гибридные томографы, например, АФЭКТ-КТ и ПЭТ-КТ. А какие же основные радиофармпрепараты, используемые мы в радионуклиной диагностике у больных ракомолочной железы? Это препарат технитрил или метоксизобутилозанитрил. Это наш отечественный препарат технитрил. Значит, этот препарат отражает метахондриальную активность и накапливается в тех, так сказать, клетках, которые, как принято считать, имеют повышенную метахондриальную активность. Это меченым технецем коллоидный радиофармпрепарат, о котором говорил Тенгиз Тенгизыч, для биопсии сигнальных лимфатических узлов. Если говорить о ПЭТКТ, то это, конечно, основной препарат, это фтордезоксиглюкоза. И буквально тоже пару слов мы сегодня об этом скажем. Значит, специализированная гамма-камера, или то, что называется молекулярная визуализация рака молочной железы. Вот так вот она выглядит. Такая камера установлена у нас в институте. Уже мы несколько лет достаточно активно используем этот прибор. Вы видите, что здесь она очень похожа на маммограф, в принципе. И даже не все коллеги сразу, так сказать, думают, ой, это маммограф. Нет, это специализированное именно радионуклидное оборудование с новым цифровым детектором, что нам дает увеличение чувствительности этого метода, и мы можем снизить дозу используемого радиофармпрепарата в 3-4 раза. Ну и пространственное разрешение, вы видите, здесь представлено тоже на слайде, это порядка 6-8 миллиметров. Вот такие опухоли мы можем детектировать с помощью этого прибора. Какие же основные показания к маммассентографии, или то, что мы называем молекулярной визуализацией молочной железы? Значит, надо сказать, что по рекомендациям Европейского общества ядерной медицины и Североамериканского общества одно из первых показаний – это диагностика рака молочной железы, причем диагностика у пациентов, имеющих плотные железы на маммограммах тип C и D. Вот посмотрите, как вы видите, что на обычных маммограммах достаточно сложно увидеть опухоль, а нужно иметь, так сказать, мало того, что опыт, ну просто нужно еще, и не всегда можно это и увидеть. Но видите, что как хорошо эта опухоль видна при маммассентографии. Надо сказать, что по данным клиники МИО, около 30% женщин могут иметь плотную железу при маммографии, и совместное использование этих двух методов диагностики позволяет выявлять рак молочной железы в 4 раза чаще, чем только при использовании одной маммографии. Нами была в свое время, Антонина Викторовна Черная, проведена работа по изучению информативности маммографии и маммассентографии у больных, страдающих раком молочной железы. И вот если взять тех пациентов, у которых высокая рентгеновская плотность тип C и D, как я уже говорил, то увидите, что чувствительность маммассентографии несколько выше, всего 94% относительно маммографии, 89%. Но если взять небольшие опухоли, то вы видите, что уже наша методика обладает значительно более выраженной эффективностью, чувствительность уже составляет в 2 раза выше, чем маммографии, 82% против 40%, что достаточно важно. То есть этот метод может быть использован для ранней диагностики, по сути дела, рака молочной железы у женщин, имеющих плотную рентгеновскую, плотную молочную железу. Второе показание к использованию этого метода – это, конечно, оценка локального распространения процесса. И в первую очередь, конечно, это мультицентричный, мультифокальный процесс, что очень важно знать нашим коллегам-хирургам перед планированием операционного вмешательства. Ну, как в данном случае, вы видите, как хорошо видно тоже на маммассентографии, мультицентричный опухолевый процесс в молочной железе. Еще один пример. Тоже на фоне железистой ткани при маммографии достаточно сложно. Можно увидеть один фокус, но увидите, что на самом деле их значительно больше, и они хорошо визуализируются при маммассентографии. Кроме того, по нашим данным, получается, что разница размеров по маммографии и по маммассентографии достигает иногда 15-20%. И вы видите, что маммассентография дает больший размер распространения опухолевого процесса по сравнению с маммографией. Правда, здесь надо отметить, что требуется дальнейшее исследование, потому что необходимо морфологически верифицировать все-таки, что же мы видим, какой процесс мы видим распространяется по протокам. То есть это истинный опухолевый процесс или, может быть, воспалительный процесс. Но, тем не менее, посмотрите, как хорошо выявлен, виден интродуктальный компонент при инвазивном раке молочной железы с помощью маммассентографии, что иногда затруднено увидеть на обычных маммограммах. Выявление опухоли в контрлатеральной железе. Ну, в общем-то, конечно, это такое же показание, как и при маммографии. Но увидите, что иногда у нас такие пациенты встречаются, и мы диагностируем вот такой мультицентричный билатеральный синхронный рак молочной железы, что тоже достаточно важно при планировании, соответственно, лечения у этих пациентов. Вторая, еще одна большая группа показаний к использованию этого метода – это оценка эффективностью неодевантной полихимиотерапии. И тоже нами была проведена работа, которая была в свое время в 2015 году опубликована. Вы видите, что информативность маммассентографии после проведения неодевантной полихимиотерапии достаточно высока. Мы сравнивали эти данные с данными морфологии. И видите, что специфичность составляет 94%. Это значит, что мы с высокой точностью можем предсказать полный ответ на проведенное лечение, что тоже достаточно важно. Причем этот полный ответ мы можем уже предсказать после трех циклов проведения неодевантной полихимиотерапии. В общем-то, если мы, допустим, не видим регресса, то, в принципе, имеет смысл, наверное, подумать о, может быть, даже изменении тактики ведения этих пациентов. Ну, по крайней мере, метод хорош для оценки эффективности. Выбор места биопсии, в том числе при протоках к арциномух инситу. Такое показание используется активно нашими коллегами в Голландии. Вы видите, что достаточно хорошо виден очаг гиперфиксации в молочной железе, и это как раз является то место, откуда нужно взять биопсию, чтобы доказать, в общем-то, наличие инвазивного процесса, например. Кроме всего прочего, вот наш метод мамосинтиграфии, он не лимитируется, скажем так, наличием имплантов у женщин в молочных железах. То есть нет сильной компрессии, поэтому импланты, в общем-то, не мешают диагностике рака молочной железы у этих пациенток. Вот еще один пример. Вы видите, как хорошо видна тоже первичная опухоль в левой молочной железе на фоне импланта. То есть импланты тоже нам не мешают. Здесь приведена одна из последних работ, когда мы посмотрели информативность мамосинтиграфии у больных рака молочной железы в зависимости от биологического потипа. Здесь тоже были выявлены интересные закономерности. Оказалось, что чувствительность метода разная в зависимости от потипа. В частности, при люминальных апотипах чувствительность, вы видите, 88%, а при хер-позитивных и трижды негативных она достаточно высокая, 93% и 96%. Вот здесь для примера я привел несколько мамосинтиграмм. Вы видите, как хорошо виден трижды негативный потип. И достаточно не очень хорошо виден иногда бывает люминальный апотип рака молочной железы. Вот такие интересные тоже закономерности были нами выявлены. Вот еще одно наблюдение. Вы видите хер-позитивный рак молочной железы. Мамосинтиграфическая картина. Он, в общем-то, бросается в глаза. Его сложно пропустить с помощью нашего метода исследования. Чувствительность составляет 96%, что тоже очень высокие и хорошие показатели. Здесь представлено несколько иностранных статей, которые сравнивали информативность мамосинтиграфии, молекулярной визуализации рака молочной железы по-другому, с контрастно усиленной мамографией. И вы видите, что по их мнению данные сопоставимы. А при сопоставлении с данными магнитного резонанса оказалось даже, что специфичность нашего родинуклидного метода оказалась выше, чем специфичность магнитной резонанса томографии, что тоже достаточно интересно и важно знать в диагностике у больных и страдающих рака молочной железы. Надо сказать, что вот эти все рекомендации, они уже включены, видите, и в стандарт. Еще раз повторюсь, Европейское общество ядерной медицины и Североамериканское общество молекулярной визуализации. То есть там достаточно активно этот метод мамосинтиграфии используется у больных, страдающих раком молочной железы. Еще буквально пару слов о вот этой новой камере нашей, которая у нас работает. Видите, что пространство разрешения достаточно хорошее, 4-8 мм. Но здесь я еще хотел бы акцентировать на ту дозу, которую мы используем радиофармпрепарата, поскольку когда в диалоге разговариваешь с нашими коллегами, говорят, ну, у вас родинуклидные методы, все-таки это облучение пациента. Но вот за счет того, что новая техника, новые кристаллы, мы можем снизить используемую дозу радиофармпрепарата. И получается, что эффективная доза, например, при использовании нашей методики составляет 1,3 милизиверта, а эффективная доза на молочную железу при использовании, например, современной маммографии составляет 0,3-0,7 милизиверта, что, в принципе, уже сопоставимо по значениям. Поэтому наш метод, в принципе, за рубежом, он уже используется как элемент такой ранней диагностики, даже, наверное, где-то в чем-то скрининга пациентов с плотными молочными железами. Здесь представлены центры, которые выполняют эту процедуру. Надо сказать, что представлен наш институт в России, других центров я в России не встречал, где такая техника используется. Но по миру достаточно много, порядка 30-40 крупных онкологических центров используют эту методику. Методика очень хорошая. Дополнительные возможности связаны уже даже не столько с оборудованием, сколько с совершенствованием и с разработкой новых молекул, таргетных молекул, которые позволяют визуализировать те или иные опухолевые процессы. В частности, наши коллеги из Томска разработали уже несколько молекул, которые, в общем-то, таргетно позволяют оценить экспрессию HER2-нью-рецептора. Это рецепторные препараты. Это так называемый технец Адапт-6 и технец Дарпин-G3. И вы увидите, как хорошо визуализируются опухоли, которые HER2-позитивные. Представлено на слайде. Мы можем чем-то приблизиться уже к данным гистологического исследования относительно верификации рецепторного статуса. Ну и, конечно, оценить эффективность неодиумантной полихиметерапии. В будущем, наверное, тоже станет возможно. Гибридные технологии Аффект-КТ – метод сочетать все возможности однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии и рентгеновской компьютерной томографии. Мы используем этот метод для оценки статуса региональных лимфатических узлов, оценки отдаленных метастазов и диагностики рецидива. Для первичной диагностики мы используем все-таки мамосантиграфию, о которой я говорил перед этим. Здесь представлены сравнительные данные по информативности методов Аффект-КТ и Аффект-КТ в диагностике множественного поражения лимфоузлов акселярных. И видите, что чувствительность Аффект-КТ гибридной технологии составляет 88%, что в два раза практически выше, чем при обычной компьютерной томографии – 48%. То есть метод достаточно информативен. Вы видите, как хорошо видна здесь и первичная опухоль, и мы можем оценить метастаз в подмышечном лимфатическом узле. И потом это все гистологически подтверждается. Мы действительно видим множественное поражение лимфатических узлов. Технология одного акна. Поскольку аппарат гибридный, мы можем использовать еще и внутривенное контрастирование, так сказать, в добавление к нашему радиумфарм препарату. Мы можем одновременно, получается, и оценить не только молочную железу и лимфатические узлы регионарные, так сказать, но еще и посмотреть отдаленные очаги в легких, визуализировать печень, где тоже на слайде представлены, вы видите, тоже очаги, к сожалению, были выявлены. Таким образом, мы сокращаем время обследования пациенток, и им не надо, в общем-то, еще обращаться в какие-то другие центры. Они получают максимум, так сказать, диагностической информации, врач получает, естественно, за, в общем-то, один приход к нам на этот гибридный прибор в изотопную лабораторию. Ну, здесь представлена еще диагностика рецидива после органосохраняющего, так сказать, лечения. Дело в том, что рубцы мешают стандартным методам классической лучевой диагностики выявить опухоль достаточно часто, но, видите, нашим изотопным методам тоже, в общем-то, это по силу, и в данном случае был выявлен, к сожалению, рецидив рубцы у этой пациентки. Биопсия сигнальных лимфатических узлов. Я не буду, наверное, детально, может быть, останавливаться, скажу только о том, что аппаратура для визуализации сигнальных лимфатических узлов может быть самой разной. Это может быть самая обычная гамма-камера, которые стоят во многих онкологических диспансерах и в обычных городских больницах. Можно их использовать для визуализации сигнальных лимфатических узлов. Конечно, хорошо, когда есть аффект КТ, который позволяет четко не только выявить лимфоузел, но и локализовать его, и, так сказать, подсказать в чем-то хирургу, сказать, вот лимфатический узел описать, расположен здесь у края грудных мышц, это лимфоузел зоргиуса, межпекторально и так далее, так сказать, что, наверное, несколько облегчает поиск. Но в то же время хочу отметить, что возможно проведение процедуры на обычной гамма-камере. Что касается основных радиофарм препаратов для маркировки сигнальных лимфоузлов, то их сейчас четыре. Вы видите, что это и старый препарат технифит, который мы давно использовали, но который, так сказать, рабочий. Единственное, что его можно использовать офф-лейбл и, конечно, в научных центрах, где есть этический комитет. Но есть три отечественных уже препарата. Это нанотех, это синтисканы, это нанотоп. Каждый из этих препаратов имеет свои преимущества и недостатки, в общем-то. Но такая возможность есть, есть эти препараты, и можно, в общем-то, с ними работать и визуализировать сигнальные лимфатические узлы. Ну и интероперационные детекторы тоже я решил показать. Видите, тоже сейчас с отечественными, так сказать, производителями все в порядке. Видите, что, в общем-то, у нас есть возможность даже выбрать, какой детектор нам, коллегам-хирургам, больше подходит. Что касается позитронной миссионной томографии, то здесь я должен сказать, что метод не используется тоже для диагностики первичного рака молочной железы, а все-таки используется для оценки распространенности уже известной опухоли. И вот мне очень нравится вот эта схема. Вы видите, что наши коллеги, значит, рекомендуют использовать ПЭТ-КТ при люминальных А, Б и ХР-позитивных подтипах именно тогда, когда поражено больше одного лимфатического узла или когда категория опухоли первичная Т3. Тогда ПЭТ-КТ может быть использован. Если там категория опухоли Т1, понятно, что люминальная А, Б и даже ХР-2 положительные подтипы, ПЭТ-КТ, в общем-то, скорее всего, не принесет никакой дополнительной диагностической информации. Но если трижды негативная опухоль, то, конечно, даже уже при поражении одного лимфоузла и категории Т2 уже можно использовать ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозы. И в заключении я хотел показать этот слайд, где, так сказать, показано, для чего мы используем каждый из методов радионуклеидной диагностики. Это и первичная диагностика у женщин с плотными железами на маммограммах с помощью мамосантиграфии, и планирование органосохраняющего лечения. Мы издаем информацию, которая помогает спланировать хирургу современные подходы. Оценка эффективности на эдивантной поле химиотерапии, стадирование биопсии сигнальных лимфатических узлов. Ну и, конечно, в будущем эти возможности будут еще расширены, поскольку появляются новые препараты для уже диагностики рецепторного статуса опухоли инвива. Благодарю за внимание.